Во имя Отца и Сына, Святого Бога. Дорогие братья и сестры, чем больше люди думают о себе что-то высоко, чем больше они превозносятся друг перед другом, предвзято и пренебрежительно относятся друг к другу, тем сложнее Богу помочь таким людям, потому что и к Богу, и к тем, кого Он посылает, такое же начинается предвзятое, уничижительное, горделивое отношение. Так это произошло, когда Спаситель был здесь на земле со своим народом, народом Израилевым. И вот сегодня было чтение Святого Евангелия от Луки, как он пришел в Назарет, в тот город, где он вырос, где был воспитан, вошел в субботу в синагогу, прочитал там свиток из пророка Исаии, потом обратился со словом к собравшимся людям. И, с одной стороны, его соплеменники, его вчерашние соседи, сказано, удивлялись словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? То есть, с одной стороны, в этом восторге, в этом как бы радостном одобрении, была и такая ирония, что, ну, это же сын Иосифа, мы его знаем, мы его помним, это наш соседский знакомый человек. Что он особенного может нам сказать? Что он из себя как бы представляет? И дальше Господь отвечает им на это вот такими вызывающими как бы словами. Он говорит, что, да, вы, наверное, скажете мне, врач, исцелись сам, сделай здесь, в твоем Отечестве, то же самое, что ты уже делал в Капернауме, еще в других местах. Наверное, речь идет о каких-то, может быть, исцелениях, может быть, каких-то знамених и прочее. Но, опять же, в этом, наверняка в этом ожидании чего-то особенного, вот уже какая-то такая присыщенность. Ну, что еще он может нам такого? Чем он нас может как бы удивить? Мы же знаем, кто это. Ну, и что? Вот такая ирония, такой пессимизм. А ведь им Иисус вещает Слово Божие. К чему тут сейчас ирония? К чему какое-то пренебрежение? Отложите свою гордыню и услышьте Божий голос. Откройте сердце, откройте совесть свою. И вот все это, видя и зная своим духовным взором, Господь им приводит такие два обличительных примера. Он говорит, что да, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Много было в Израиле вдов во дни Ильи пророка, но ни к одной из них не был послан Илья, но только в Сарепту Сидонскую. Это цитирует спаситель историю пророка Ильи. И об этом повествует библейская третья книга царств, когда была засуха, голод. И, конечно, много в Израиле было разных и вдов, и других женщин нуждающихся. Но Израиль тогда погряз во грехах, выдала поклонствие в отступлении от Бога, опять же, в той же самой гордыне. И вот Илья пророк не пришел к израильским вдовам в дом, а он пошел к языческой вдовице, Сарепту Сидонскую, потому что, значит, у этой вдовицы что-то было гораздо более ценное, важное в ее душе, в ее жизни. Наверное, она была скромна, смиренна, может быть, что-то претерпевала. Но вот Бог нашел в ней что-то, даже неважно, такова была его воля. И в этом, как бы, такой укор, что вы-то о себе думаете, что вы такие великие израильтяне, а Бог может оказать милость совсем другому человеку, из другого народа, с какими-то тоже духовными или какими-то чисто человеческими достоинствами. И второй пример, тоже из книги царств библейской, ветхозаветной, история с пророком Елисеем, который был учеником Ильи и его преемником, что говорит Господь, много было прокаженных в Израиле во дни пророка Елисея, и никто из них не очистился от проказы, а только один Нейман, сирианин, сириец по имени Нейман, который страдал у себя от этой болезни, а ему было открыто, иди в Израиль к пророку Елисею, он облегчит твою болезнь. Вот опять же, Бог смотрит не на происхождение, не на национальность, не на какие-то заслуги, там, исторические, там, военные, экономические заслуги, а Бог смотрит на человека, просто как человека. Вот что в каком-нибудь человеке ценное, а что в нем, наоборот, недостойное. Нам, конечно, бы хотелось, чтобы мы перед Богом были самыми лучшими, как однажды одна женщина сказала, ну, мы ведь самые лучшие, разве кто-то еще может спастись, кроме нас? Почему мы так о себе думаем, что мы самые лучшие? И вот когда Господь Иисус привел эти два примера о вдовице, к которой пришел Илья, о прокаженном язычнике сирийце Неймане, то все, сказано, слышавшие это в синагоге, пришли в ярость и побежали, чтобы его скинуть с горы Иисуса. Только совсем некоторое время назад они восхищались, как красиво он говорит, ой, как мы его слушаем, ну, это же сын Иосифа, знаем его, да, вот. И вот эти два обличительных примера, что посмотрите на себя, да вы такие же, как израильтяне во дни Ильи стали, или как во дни Елисея пророка, и Господь, Бог, Отец, пославший меня, если будет видеть эту вашу такую гордыню, вашу упорство, он отвергнет вас и придет совсем к другим людям, призовет язычников, призовет других, кого вы сейчас, может, там, презираете, считаете людьми второго сорта. И вот они, услышав это обличение, не задумались, не раскаялись, а пришли в ярость. Вот так бывает с людьми, помороченными гордыней, самоуверенностью, какими-то ложными своими заслугами. А всегда, когда мы слышим что-то в свой адрес как бы укоряющее, обличительное, но если это не совсем какое-то неадекватное в наш адрес идет что-то такое, какое-то, что-то злобное, а действительно нам кто-то или Бог через кого-то хочет показать то, что ты не видишь. И вот надо не обозлиться сразу, не заткнуть рот, уста того, кто это нам как-то говорит, может быть, вполне спокойно, достойно, как и Спаситель говорил своему народу тогда в синагоге, а задуматься, смириться, раскаяться в том, что ты, может быть, не видишь в себе то, что мешает и тебе, и другим людям. И тебе это сейчас показывается. Задумайся, исправься, стань лучше, поскромнее о себе думай, оцени себя, пересмотри что-то. И сразу наступит какое-то освобождение, облегчение и отношения начнут исправляться и быть более добрыми, положительными. Сказано в Писании и в Ветхом, и в Новом Завете Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если ты на всех обижаешься, всех осуждаешь, на всех злишься, всех в чем-то подозреваешь, тебе нигде и никогда не будет покоя. Все время ты будешь видеть какой-то подвох, что-то такое, надумывать, накручивать. Посмотри другими глазами, посмотри на то, что других людей тоже любит Бог, Он тоже их создал, Он им тоже хочет добра, а не только тебе одному любимому. и сразу как-то станет по-другому восприятие мира, восприятие других людей. Ты почувствуешь, что ты не пуп земли, не какая-то ценность всемирного значения, а ты брат и сестра другого человека, что ты такое же любимое Божье дитя, как и другие его дети. Вот да будет нам это чтение, этот сегодняшний урок примером и поводом вот так тоже скромно, смиренно думать о себе, желать спасения и блага всем, и нашим, и не нашим, и тем, кого мы знаем, не знаем, любим и не любим, да помилует и спасет, Господь всех нас Аминь.